Всем привет от Семей ВКО! Сегодня поговорить предлагаю об эмпатии. Для меня эта штука является своеобразным маркером необходимости принятия массы жизненных решений, начиная от каких-то глобальных типа вектора развития семьи и заканчивая кучей бытовых мелких вопросов. Для меня эмпатия это не только умение вовремя проявить сочувствие и доброту, но и способность осознанно переживать чувство состояния другого человека. Вот про это и предлагаю сегодня немного побеседовать. В последнее время, наблюдая за поведением моих детей, я очень сильно гружусь этой темой. Гружусь в первую очередь потому, что, наверное, очень четко, очень ясно вижу разницу восприятия мира и людей между мною и моими травмированными детьми. С Ламию в расчет не берем, она, безусловно, выигрышном положении, поэтому про нее мы сегодня говорить не будем. Поговорим о том, откуда же берется способность к эмпатии. Насколько мне известно, ученые до сих пор не могут дать однозначного ответа на этот вопрос ввиду недостатка эмпирических исследований, однако понятно, что первое эмоциональное заражение происходит еще в пренатальном периоде и активно развивается, продолжается в младенческом возрасте, когда новорожденный по своему первому запросу получает необходимую ему еду, чистый подгузник, ну или внимание. Что же получает человек, от которого отказались при рождении? Что видит малыш, который понимает, что при его запросе никто не спешит ему дать соску, поменять пеленку или предложить сильные надежные руки, когда ему вдруг стало холодно, скучно или одиноко? Основа его эмпатичного отношения к другим формируется на равнодушии, на предательстве взрослых и собственно говоря на осознание своей полной ненужности в этом мире. Конечно при таких раскладах довольно странно ожидать от такого ребенка эмпатичного отношения к другим и способности переживать чувства других людей. Однако все эта теория на практике, поверьте, что несмотря на понимание механизмов, причин, довольно тяжело жить рядом с человеком, который не способен прочитать, осознать, понять чувства и состояния другого человека. Многие мои жизненные установки и правила не работают, ну или работают, но не в том виде, в котором мне бы хотелось, именно из-за несоответствия эмоциональных возможностей моих детей, моим ожиданиям. Я жду, что девочки не будут меня расстраивать просто потому, что они захотят вызывать во мне негативные эмоции. Но по факту они делают то, что делают, исключительно потому, что не понимают, что не так. У меня в кухне завелась моль. Я все перебрала, почистила, ненужное выбросила, отдала курам, но источник так и не нашла и поэтому время от времени на кухне все равно образовывалась какая-то наглая взрослая особь, которая летала, махала крылышками и демонстративно показывала, кто в доме хозяин. В один из дней я машинально замахнула руками и прибила одного такого индивидуума. В итоге в доме нарисовалась девочка, которая не менее часа плакала икая, объясняя мне, что моль маленькая и тоже очень-очень хочет жить. И рядом с ней нарисовалась еще одна девочка, которая в это время хихикала и смеялась слез сестры. Вот такая вот маленькая зарисовка про понимание чувств другого человека. Из хорошего существует немалый методик развития эмпатии. Важно проговаривать с ребенком его чувства и также важно акцентировать внимание на чувствах других людей. Можно играть в игру, когда вы предлагаете ребенку представить, подумать, предположить, что чувствует тот или иной человек в той или иной ситуации. Забота о животных, участие в проектах помощи социально незащищенным категориям людей, зеленые инициативы. Это все то, что может помочь развить эмпатию. Кроме того, я со своими девочками постоянно проговариваю золотое правило взаимоотношений с людьми. Поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. Скажу честно, у меня пока не очень хорошо получается приблизиться к тому результату, о котором я мечтаю. Муж считает, что я просто поставила себе слишком высокую планку. Не знаю. Возможно, придет время, я смогу вам рассказать что-то другое на заданную тему, но пока настроение у меня не очень радужное. Много усилий прилагается, а результат даже не минимальный. Мы с фондом Рината Ахметова считаем, что все дети должны жить в семье. Однако будьте готовы к тому, что вместе с травмированным малышом в комплекте вам едва ли выдадут базовую функцию эмпатии. Это то, с чем вам придется жить и с чем вам придется работать. Впрочем, все в наших, ваших и в моих руках. И все будет так, как должно быть, и все будет хорошо. Я в это верю. До встречи через неделю. Вспомни сказку, где движимым светом среди хрупких и стертых страниц ищет в небе родную планету одинокий маленький принц. Мы давно разочились верить людям, сказкам и даже себе. На замок закрываем двери, не войти ни в беде, ни в судьбе. Ибо смесно напялиться город, желтым множеством окон глазниц, в наших душах бетонный холод. Где ты плачешь, маленький принц? Не молчание будет ответом, и извителенный дым сигарет. Мы не можем поверить, что где-то из колодцев рождается свет. Мы давно не смотрели на звезды, но еще не бились черный смог. Безразлично колышется волосы, заглушая крики и листок. Утром серый, смертельно устал, но по кругу продолжил свой бег. По раскисшим вырезит в ртуарам, не до сказок в стремительный век. А в безлюдных, лохих переулках, в пустоте детдомов и больниц. В одиночестве с сыпком и кулком ждет и маленький принц.